Привет, меня зовут Виталий и сегодня мы расскажем об алгоритмах строительства дома в городе Сочи. Пункт первый. Купить земельный участок. С этим вы столкнетесь в первую очередь. И стоимость земли начинается от 1 миллиона и заканчивается 15 миллионами за одну сотку. Это то, что я видел. На цену влияет транспортная доступность, инфраструктура, школы, садики, местоположение вашего участка и видовые характеристики. Как купить земельный участок в Сочи? В первую очередь вы либо самостоятельно смотрите на интернет-площадках и находите хозяина, и покупаете у него участок, либо обращаетесь в риелторское агентство. То тех, что тех людей я бы проверял. Есть специализированные организации, которые занимаются проверкой документов. Они смотрят, не арестован ли участок, есть ли какие-то запреты и так далее. Мы делаем только так, потому что риелторам и хозяинам участка мы уже не доверяем. Как только вы определились и проверили документы, я бы вам посоветовал пожить рядом с этим участком на протяжении месяца, для того, чтобы понять, насколько комфортно вам в этом районе жить. Второе. Я бы посмотрел на участок во время дливня, чтобы понять, насколько там много воды, потому что это влияет на дальнейшую стоимость строительства. Как только вы купили земельный участок, вы его очищаете от кустарников, от травы, от порослей, от лишних деревьев. Самое главное, не наткнуться на краснокнижные деревья. И вызываете геодезиста. Инженер-геодезист делает вам топосъемку. Топосъемка важна для получения уведомления о начале строительства, для проекта, для строителя, а также для геологов. Она показывает рельеф вашего участка. Получив топосъемку, за которую вы заплатите порядка 15-20 тысяч рублей, вы вызываете геологов. Геологи, приезжая на ваш участок, делают шурфы, предоставляют вам в дальнейшем отчет, в котором показан разрез ваших слоев грунта. Этот отчет очень важен, потому что вы его прикладываете к уведомлению о начале строительства. Также данный отчет важен для строителей, для конструкторов, а также для буровиков, которые приедут к вам на площадку и искажут стоимость забурения погонного метра под сваи. То есть геология, топосъемка, это важные документы, которые стоят, если топосъемка в районе 20 тысяч, то геология порядка 80-120 тысяч рублей на тех участках, которые мы вызывали. Следующий этап, это подача заявления на подключение к электросетям, к канализации, водоснабжению, а также к газу. Что касается света, нам подключили его в течение двух недель, стоимость составила порядка 15 тысяч рублей. Нам это повезло, потому что мы многодетная семья и какие-то для нас есть льготы. Теперь самое важное. Как только вы получили исходные данные, вы обращаетесь к архитектору, который является связующим звеном между вами и подрядчиком. То есть человек вам чертит дом, но для начала ему нужно понять, что вы хотите. Для этих целей как мы делали? Мы собрались с нашим архитектором, всей семьей и начали писать техническое задание. Мы хотели, чтобы у нас было два санузла на этаже, чтобы у нас было две спальни, большая кухня-гостиная, в которой мы будем собираться с семьей. Наш эскиз изменялся порядка трех раз, потому что изначально было то, что мы должны были жить с семьей. Сейчас родители сказали, что с нами жить не будут, потому что сложно им с внуками нянчиться. Как только мы получили и согласовали эскиз по комнатам, начинается внешняя отделка дома. То есть полностью внешний контур дома чертится, чертятся окна и так далее. Где будет у вас выход, вход. Опять же таки, вы собираетесь два-три раза дополнительно, либо делаете это удаленно. Как только у вас появился внешний контур и вы понимаете, что у вас будет внутри, вы подготавливаете документы для уведомления о начале строительства. Подготовкой уведомления о начале строительства занимается специализированная организация. Может архитектор, но лучше всего предоставить это специалистам. Они берут за свою услугу от 15 тысяч рублей. В нашем случае у нас получилось 15 тысяч рублей. В сентябре или в октябре прошлого года мы пакет документов им отдали. Они его доделали, правильно показали площадь, правильно показали расположение участка, проверили сами все. И подали документы в архитектуру. В течение 5-6 месяцев мы ждали и в апреле 2024 года мы получили уведомление о начале строительства. Это большой срок и надо к этому быть готовыми. Не всегда получается так, что вы в течение 10 дней получите уведомление о начале строительства. Это вам Сочи, это не другая часть России. Спасибо. Спасибо.